Это был удар просто в спину. Плакала во время этого курса. С каждым днем все меньше и меньше остается желаний. И это просто бомба. Спать хочется все-таки больше. В общем, как обычно, вроде сделала, а потом это поняла. Количественные методы анализа в бизнесе или в менеджменте. 15 января происходил этот экзамен. Тоже был борт. Сам курс в течение семестра был потрясающий. Я в восторге. Но тут важный момент. Я плакала во время этого курса. Это была первая дисциплина, которая реально довела меня до слез. Это было как раз в октябре. Я заболела ковидом. Это просто картина масла. Здесь, за столом, у меня стоит мой ноутбук. Я обложена тетрадками. И нам вещают. Это была, по-моему, вторая всего лекция по этой дисциплине. Я сижу. У меня нет лица на мне. Я уже перестаю записывать, потому что я не успеваю. А там очень быстрый темп спича. И я просто начинаю рыдать. И тут меня просто было не остановить. Я рыдала просто от бессилия, что я ничего не понимаю. И для меня, как, опять же, человека-перфекциониста, это был удар просто в спину. Ты, голубчик, троекратный болван, голубчик. Совершенно правильно. После которого я переоценила свои возможности и стала относиться к себе более бережно. И мне кажется, это было очень нужно и очень важно, потому что в итоге я не опустила руки. Я просидела там 4-5 часов, наверное, просто штудируя эту презентацию, переводя все, что я не понимаю, проговаривая это по 10 раз. И потом, в течение всего семестра, я понимала, о чем речь. И для меня доставляла огромное удовольствие эта дисциплина. Когда мы работали в СПСС, мы учились, как можно использовать различные типы анализа, для чего именно, для каких целей, кластерный, факторный и так далее. В общем, это очень прокладная дисциплина. В плане загрузки в семестре, она абсолютно сбалансированная, но регулярная. То есть нам нужно было каждую неделю делать домашние задания, недостаточно объемные, в СПСС, так как удаленно нужно было предоставлять отчеты. И плюс групповой проект финальный, который с учетом наложения на управленческую экономику, это был просто вот, 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 просто... Вот, да, по-другому не скажешь. Но в целом, впечатления положительные от дисциплины. Так, сегодня у нас 15-е, 15-е число, 15 января, прошел уже третий экзамен, все присется в помощь нашей машины. И, да, впечатление, как, константин-методсин-бизнес-ресерч лучше, чем предполагало, но непонятно, насколько это соответствует. Потому что я хочу, чтобы теоретический вопрос вообще неуверенно, практически вроде нормально. Ну, в общем, как обычно, вроде сделала, а тогда не понял. Вот, но будем ждать. И впереди еще два экзамена, как-то морально стало попроще, вот, но уже устало сердечно-серднее, вот, и мы поэтому сегодня выезжаем, и сегодня приучиться, Эля будет дарить подарки деткам, работа. Следующий экзамен у нас был по организационному поведению и управлению персоналом, и это просто мое сердечко. Все, подожди, это вот, это... Это я могу только так рассказывать, с этим сердцем. Потому что эта дисциплина, это мой бакалавриат, это тема моего диплома, полностью повторяющая все эти темы, которые я уже знала, которые мне были близки в течение семестра, загруженность ниже среднего, потому что был только групповый проект один, и нужно было участвовать в семинарах, которые были достаточно легкие и понятные, ну, по крайней мере, мне так это было. По полезности дисциплина именно для меня, скорее, это было просто обновление информации, для кого-то из ребят было очень много нового. Сам экзамен был максимально не стрессовый для меня, я даже немножко терялась о том, как мне готовиться, потому что я смотрела список вопросов и понимала, что, ну, в целом, мы уже это проходили, и мы все эти теории знаем, и все это мы понимаем, а как же готовиться к чему? Ну, вот. А что, так можно было, что ли? Но проблемы сильной не было, я просто ставила конспект, мы с девчонками еще это все просматривали, и успешно все сдали, понятно, вменяемо и приятно. Особенно мне было приятно получить оценку, когда пришли результаты, они пришли в блокборде. Там стояла сначала просто оценка, типа, там, 98 из 100, ну, вот, балл, что-то там, расчет какой-то, не помню, мне кажется, меньше все-таки, там, 96, но не суть, где-то вот там. Потом там есть возможность у преподавателя писать комментарии, и преподаватель написал к моей работе комментарий Perfect. Господи, это было такое масло по моему сердцу, я даже сториз в Инстаграме снимала, я что-то еще писала, просто по квартире ходила как кот Чеширский с такой улыбкой, потому что признали, вот оно, 4 года бакалавриата, не прошли зря, оправдалась. Сегодня 19 января, на часах 7-16 утра, это день 4 экзамена из 5, сегодня у меня по организационному бихе или Human Resource Management уже как-то надоело готовиться, и каждый день ты к этому возвращаешься, об этом думаешь, вот, и как-то, если честно, с каждым днем все меньше и меньше остается желания что-то учить и что-то готовиться, вот. Но вчера я составила себе, наконец-то заполнила свой новый ежедневник, новый старый ежедневник, и прописала планы на эту неделю и на следующую, на которой начинаются каникулы. И мне стало так приятно, что, оказывается, еще чуть-чуть, и можно будет поспать и сделать все-все, что я так давно хотела. У меня огромные пожелания по поводу видео, по поводу освоения новых программ, встреч с подругами, с родителями. И, в общем, это то, что реально греет, но спать хочется все-таки больше. Поэтому сейчас пойду, сделаю зарядку, пей чай и буду готовиться, повторять. И мы плавно подходим к последнему, заключительному экзамену, который называется «Стратегический анализ». И это просто бомба. Кто думает, поступает ли на магистратуру, это одна из причин, почему надо поступать точно именно на мастерин-менеджмент в высшую школу менеджмента. Дисциплина потрясающая. К сожалению, она была очень сжатой, то есть весь курс, который по моим меркам рассчитан реально на семестр, запихали в месяц, чуть-чуть больше месяца. Это было очень тяжело, именно из-за того, что мозг просто не усваивал информацию. В плане полезности это космос, потому что ты начинаешь смотреть стратегически на компанию, как выстраивать процессы, как выбирать стратегию, какие стратегии бывают на корпоративном, на бизнес-уровне, как именно применять эти стратегии, отличие применения этой стратегии от самой стратегии. В общем, куча-куча-куча-куча всего. И, как я уже сказала, я просто поняла, что это то направление, которое мое. На бакалаврете я в этом вообще не задумывалась, а тут я поймала себя на том, что я реально читаю конспекты, я смотрю, мне все это интересно, я ищу статьи, я ищу реальные кейсы применения конкретных стратегий. Меня так захватило, что, в общем, магистрская диссертация, скорее всего, будет вот в той связи. Поэтому я просто под впечатлением вот этого курса, и он был, опять же, очень-очень грамотно структурирован. Он у нас был групповой проект, на котором мы применяли, усваивали все знания, полученные на лекциях. Сразу к этому мы могли общаться, обращаться к преподавателю. Он дал нам свой телеграм, свой ватсап, можно было ему писать вопросы там. И это невероятная открытость и доступность. Я более чем уверена, что ребята очень уважительно к нему относились, никаких глупых запросов не поступало. Но мне был приятен сам факт, что вот я могу сейчас написать преподавателю и он ответит. И это очень важно, но лично для меня прямо очень. И был групповой проект, было также у нас тестовое задание. И сам экзамен, он происходил в, опять же, формате блокборд. Нам присылалось задание, нам нужно было его выполнить, написать в Word и закинуть обратно. И это был первый экзамен, с которым я кайфовала от того, что я могу что-то предлагать. То есть проверялись твои знания, понимание дисциплины через предложение своих идей. Этим экзаменом я безумно довольна. По нему у меня отлично. И я правда счастлива. Это был один из самых лучших курсов вообще-то весь семестр. Ну, вот так как-то. Вот таким образом мы с тобой пробежались по этому первому семестру моей жизни в ВШМ. Как я уже сказала, если в целом по рейтингу выстроиться примерно таким образом, по степени загруженности будет где-то здесь изображено, что было самым загруженным в течение семестра. Сейчас появится рейтинг по загруженности в плане подготовки эмоциональной, когда что мне давалось легче, что сложнее именно в процессе подготовки. И оценки мои. Ты теперь тоже уже знаешь. Все А, одно Б и одно Ц. То есть это все отлично, одно хорошо. Я довольна этим результатом и я довольна этим семестром в целом, потому что он был, во-первых, практикоориентированный, он был полон новой информации для меня, и он качественно поднял меня на моем уровне принятия себя и информации вокруг меня, потому что я реально нахожусь в окружении потрясающе мотивированных на успех, на развитие людей. И это не просто красное словцо, это реально так. И я очень благодарна. Еще и возможно, что участвую также в программе Talent Up, когда ты находишь себе ментора и с ним работаешь. Мой ментор, она просто невероятная и потрясающая. Обязательно в отдельном видео об этом расскажу. Пиши в комментариях, если хочешь узнать что-то большее. В общем, хорошего теми вечера, хорошего дня. Остаемся на связи. Все твои вопросы в комментариях. Подписывайся. Колокольчик, лайк. И обязательно подписывайся на телеграм-канал Студент Фаминой Подруги. Там я рассказываю о всех возможностях учебы, о всех возможностях развития во время учебы, чтобы именно ты прожил свое студенчество по максимуму вместе со мной и с тысячами студентов по всей России и всему миру. Так что будем на связи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин